На карте Узбекистана появился новый административный район Тпрах-Калинский в Хорезомской области. Инициатива принадлежит главе государства. Решение было одобрено Олием Аджлисом. Все организационные вопросы в компетенции специально созданной Республиканской комиссии. Она должна разработать соответствующий план мероприятий, определить местные бюджеты и прогнозные параметры социально-экономического развития, обеспечить эффективную, стабильную работу отрасли экономики, а также своевременное решение социальных вопросов. О том, какая в эти дни ведется работа, по новому адресу, знает Мадина Кадырова. Расположенный в восточной части Хорезомской области, город имеет тысячелетнюю историю. В третьем веке нашей эры на этой территории располагалась столица древнего Хорезма. Возведенная в то время крепость была резиденцией правителей страны Хорезмшахов. Массив, который ранее относился к Хазарасскому району, расположен примерно в 250 километрах от областного центра и 150 километрах от районного. Местные жители давно мечтали о том, чтобы этой территории был дан статус района. Ожидаемое в течение долгих лет сегодня превращается в реальность. Еще в ходе своей поездки в Хорезмскую область 12-13 марта глава государства выдвинул идею превращения данного массива в Тупрокалинский район. А уже 11 апреля 2020-го за подписью руководителя страны вышло постановление о мерах по решению организационных вопросов, связанных с образованием Тупрокалинского района в составе Хорезмской области. Документ открыл новую страницу в жизни жителей региона. Состоялась и первая внеочередная сессия районного Кингаша народных депутатов, на которой были рассмотрены организационные вопросы. Алишер Салаев с 1 декабря 2018 года, занимавший должность Хакима Гурленского района, назначен исполняющим обязанности Хакима Тупрокалинского района. Это была наша 22-летняя мечта. Переживая и думая о отчаяниях народа, наш президент создал новый район в Харезмской области, Тупрокалинский. Во-первых, я выражаю огромную благодарность голове государства. До этого времени очень много вопросов оставались нерешенными, не работали множество предприятий и организаций, дороги нужно было ремонтировать. Только вот на одной из местностей есть более 70 многоэтажных домов. Их канализация, коммуникация пришли в непригодное состояние, назначили нового районного Хакима. Надеюсь, что мы все, активисты района, народные депутаты, все жители нашего района, сплотившись воедино, будем работать, чтобы развивать наш Тупрокалинский район. И надеюсь, что он станет самым развитым в промышленности, сельском хозяйстве. В районе на сегодняшний день проживают около 54 250 человек. С учетом размера территории и с целью создания больших удобств населению, было принято решение о создании двух районных центров. Я переехал сюда жить в 1985 году. На протяжении многих лет состояние нашей местности социально-экономическое развитие находилось вне поля зрения ответственных лиц. Мы очень переживали, что к нам такое отношение, из-за того, что наш массив находится вдали от районного центра. По инициативе президента, наконец, свершилась наша многолетняя мечта. Теперь наша местность стала новым районом. Было много вопросов, связанных с продовольствием, оплатой налогов. Теперь у нас будет центр оказания госуслуг. Оплату за коммунальные и другие услуги можно будет производить здесь. Большие перспективы у нового района. Он должен стать лидером в промышленности и производстве. Уже запланировано реализовать 68 проектов на сумму более 1 триллиона сумм. Мы планируем организовать животноводческий комплекс на 3000 голов, птицефабрику. На 300 гектарах организовать современную теплицу и на 300 гектарах организовать интенсивные сады. Работа в этом направлении продолжается. Разрабатываем новые проекты вместе с рабочей группой. Все благодаря инициативе президента. Льготы свободной экономической зоны Хазарасп также создают большие возможности для нас. Освоение 192 тысяч гектаров земли вдоль реки Амударьи откроет большие возможности для развития сельского хозяйства. В ближайшей перспективе здесь заработают новые предприятия. На этих просторных полях будут выращиваться продовольственные культуры. Со стороны харизмского филиала Успромстройбанка планируется оказать финансовую поддержку в реализации проектов для развития птицеводства на сумму 2 миллиона долларов. На сегодняшний день уже рассмотрели 4 проекта и разработали дальнейшую работу. Мы поставили перед собой цель запустить эти проекты в 2020-2021 годах. Стоит подчеркнуть, есть туристический потенциал района. Здесь собраны уникальные находки древнехаризмической письменности. Тупрок-Калу называют музеем изобразительных искусств древнего харизма. Его размеры и гениальность архитектурной конструкции делают его одним из самых уникальных памятников харизма. У Тупрок-Калу трехтысячелетняя история. Здесь шесть известных всему миру археологических памятников. Уч-Учох, Сар-Тараш, Карвон-Сарой, Хун-Бу-Степа. Я верю, что они обретут новую жизнь. В районе запланирована реализация ряда перспективных проектов. В частности, будет внедрен принцип «благоустроенная и безопасная мухаля». Организовано эффективное использование приусадебных участков и правильное размещение сельскохозяйственных культур. Построят четыре дошкольных образовательных организации. Семь частных и одно на основе ГЧП. Имеющиеся дошкольные учреждения будут отремонтированы. А в городке Пятнак, являющемся также центром района, накопилось немало проблем, требующих скорейшего решения. В частности, это касается многоэтажных домов, водопроводные трубы, кадризационная система, крыши домов, состояние подвалов. Все в плачевном состоянии. Из-за того, что мы живем в самой отдаленной местности, все это время мы оставались без внимания. Теперь наш район имеет официальный статус. Выражаем огромную признательность и благодарность. У нас большие надежды. Масштаб проводимой работы увеличивается здесь каждым днем. Все делается для улучшения условий жизни населения. Теперь у нас свой бюджет. В программу внесено выделение банковских кредитов. Изменения коснутся в первую очередь дорог, освещения, кровли многоэтажных домов. Системы канализации питьевой воды были построены еще до 80-х годов. Чтобы заменить их, эти вопросы внесены в государственную программу. Все дела планируем завершить до конца года. Это не все, что запланировано сделать в новом районе. Впереди серьезные задачи, которые предстоит выполнить. А мы, в свою очередь, не раз еще расскажем об изменениях и обновлениях в регионе в целом.